Доброе утро всем, дамы и господа! Драйвшоу поехали на Авторадио. Демидов Абрамян вашей компании к нам присоединяется. Мы говорим в нему доброе утро. Актёр, режиссёр, музыкант Алексей Воробьёв. Лёш, доброе утро. Доброе утро, ребята, доброе утро. Джентльмены, доброе утро всем, кто слышит нас сейчас. Безумно приятный день. Во-первых, спасибо, что пришёл, потому что, ну, конечно, девчонки просили. Что ж, Таи, девчонки хотели, чтобы ты пришёл, чтобы всех поздравил, но поздравлять будем перед тем, как будешь уходить. Поэтому пока просто давай обсудим. Восьмое марта. Мы сегодня, знаешь, всё утро обсуждаем такую тему. Вот восьмое марта. Мы уже привыкли, конечно, девушек поздравлять, мы их любим, ценим. Но вот для тебя, скажи, этот праздник что это? Это значит то, что женщины наконец достигли равноправия. Это то, что просто девушки вокруг нас есть, мы их любим, поэтому поздравляем. Или ещё один выходной день, хотя для тебя вряд ли восьмое марта это ещё один выходной день. Смешно. Восьмое марта, на мой взгляд, чудесный праздник, когда можно прям поздравлять всех вокруг, да, вообще неважно, ты знаешь эту девушку или нет, ты сразу... Это, кстати, возможность познакомиться. Идеальная возможность познакомиться. Да, у Алексея Воробьёвых, у других возможностей познакомиться. Один раз в год могу себе позволить вот это сделать, и вот я восьмого, конечно, на всю катушку прям я просто хожу по улице. Причём неважно, в этот день даже, ведь вот если ты не знаешь человека, да, не обязательно ведь дарить вот целый прям огромный букет. Вот хочется познакомиться с девушкой, можно просто взять один цветок, и девушка, вы такая красивая. И просто ей уже приятно, и ты вроде как сделал первый шаг. И ты вроде молодец. Абсолютно, да, это идеальный день для того, чтобы замутить с кем-то прям, ну, с кем уже давно хотелось. Вот и слово замутить прозвучало, да, авторадио наконец. Ты знаешь, Лёш, просто, к сожалению, не со всеми это работает. Но в плане, если ты подойдёшь к цветочкам к девушке, то наверняка она скажет, Алексей, я тоже всё думал, как бы нам познакомиться, а шанса не было. Если, допустим, Серёга или я в шапочке, значит, ты в капюшончике пройдёшь и скажешь, девушка, давно хотел с вами познакомиться, вряд ли. Слушай, ну вот скажи, а вот как ты считаешь, что нужно дарить? Просто цветы какие-то, нежности, сюрпризы? Или вот сейчас, ты знаешь, был опрос, что девушки ждут на 8 марта, но там, пожалуйста, на первом месте путёвки, на втором гаджет. Серьёзно? Вообще, беспредел, я считаю. Ну как так? Это, с одной стороны, беспредел, с другой стороны, очень упрощает задачу. Ну, то есть... И это, если конкретная девушка подошла и сказала, Лёша, путёвку на двоих, Бахрейн и гаджет. Первое, четвёртое апрель. И гаджет, да. Да, понятно. А так это нужно догадаться же ещё самому. Многие же девушки просят путёвку именно в Бахрейн. Первое, четвёртое апреля, опять же, да. Если ты с девушкой ещё совершенно не знаком, допустим, да, если ты с ней уже в отношениях, то, конечно, путёвка это отличная. Ну да, да, да. Да, во-первых, если ты в отношениях уже очень долго, то это как бы... Вы либо едете вдвоём, либо ты... Милая, езжай, пожалуйста, отдохни, пожалуйста. И я тоже от тебя. И идеальный подарок для двоих, опять же. Да, да, да. Получается, даже если путёвку только ей, вроде как отдохнули оба. Отдохнули все, да. Да, да. Или если отношения только зарождаются, да, и каждый день это счастье быть вместе, тогда, конечно, нужно сваливать куда-то вместе, это тоже прекрасно. Вот, или оставаться вместе. Но я считаю, что, в общем-то, неважно, где и как, конечно... Нет, конечно, я уверен, что девушкам приятно получать гаджеты и путёвки. Но и цветочкам она будет рада, что уж говорили. Да, они все рады, что меня удивляет до сих пор, потому что я, на самом деле, мне кажется, надо один раз подарить пластмассовые, как бы и не париться. Они стоят потом долго. Любовь не вянет, не сохнет, ничего с ней не произойдёт. У тебя есть какой-то список женщин, которых нужно обязательно поздравить? Ну, конечно. Мама, сестра, мой менеджер уже множество лет, Катерина. То есть у меня прям есть её мама. Прям, ну, есть не то, что прям список, просто есть люди, с которыми я... Я представляю, как Лёш такой, так, эту поздравил, эту поздравил. Галочки такие, да. Так, подожди, Алифтин Павловна, так надо написать. Не-не-не, это он, знаешь, это он на Рижском рынке завтра с утра такой, так, тюльпаны эти взял, эти взял. А вот, кстати, что касается цветов, ты сам ездишь, выбираешь? Или ты, ну, если не успеваешь, то там большинство цветов заказываешь, там, это тому, это тому? Или прям максимально пытаешься объехать лично поздравить? Мне ни разу ещё не получилось никого объехать лично поздравить. То есть на 8 марта это прям вот крайне редко. Очень, это должно очень повезти, чтобы я кого-то успел в этот день лично поздравить, потому что это ещё и праздник. А для артиста праздник это значит, что... Пахарка. В этот день ты, скорее всего, где-то работаешь. А если ты, скорее всего, где-то работаешь, то кого ты поздравляешь, всех кого видишь. Так что у меня в этот день это, скорее всего, звонки, телефоны, сообщалки, видеопоздравления, а потом уже, когда видимся, цветы и подарки. Вот она тяжёлая судьба артиста, да, самых близких. Ну, а это же реально так, что артист, все праздники без праздников. Ну, Коль, вскоре уже перешли к разговору о работе. Как, расскажи, прошло открытие универсиады? Бомба, просто, просто очень весело. Так что там было, только раз такая, очень весело. Слушайте, я вспомнил, просто там, я сначала пел песню «Открытие». Я открывал песню, великолепно, все было замечательно. Президент сидит, я пою, зал неистовствует, все великолепно. А что ты пел, Даш, так? Я пел песню, не-не-не. Скажи мне, я тебя люблю. И Путин сидит такой, Владимир, я тебя люблю. И начинает пощелкивать так слегка, ну, потому что зажигательная песня. Так, ладно, ты поешь песню «Открытие», что за песня? Это «Love is all that matters». Это специально написанная, да, под открытием? Нет, она у меня была написана где-то год назад, и просто она настолько шикарная, она прямо четко, она и по тексту подходит, она половина на английском, половина на русском, она, ну, просто идеальная, как будто она была прямо для этого и написана. И так ты поешь. Вот, и так я пою, все замечательно. Но тут надо, тут нужно послушать историю про накануне. Накануне, мне говорят, Леш, слушай, там еще финальная песня есть, можешь ее спеть? Там, я говорю, много, ну, как бы накануне, прямой эфир на следующий день, президент сидит, как бы это не то, что, типа, можешь спеть, да, можешь там выйти там... На корпоративчике, да, на бис. Да, 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 никто не попросил выйти флагом сзади помотать, да, они сказали, можешь спеть? Я говорю, да, а все будут? Я говорю, да, все артисты выйдут, споют. И вот на следующий день выясняется, когда я уже учу песню эту усиленную, выясняется, что все остальные артисты, они говорят, слушайте, ну, как-то время... За один, за один, за один, времени не хватает. И то есть, в итоге, когда уже остается минут где-то полчаса до выхода, выясняется, что иду 5 Е1. Так, давай, ты выучил слова. Или уже, а где все? Я как бы, да, я был в легком шоке, потому что, но, благо, у меня, видимо, очень хорошая память, либо стрессовая ситуация меня прям подтолкнула на то, что я не забыл ни одного слова. Вы прям, вот такая вот потрясная была история. Слушай, ну, круто. Подождите, там Татьяна Воронцова уже всяческие знаки отправляет Алексею Воробьеву. И там уже понесусь, да, привет. Ну, в двух словах хотя бы расскажи, как там ты супер, потому что ты же стал членом жюри. Я стал членом жюри, да. Ты уже научился говорить детям, типа, нет, уходи, ребенок талантливый. Ну, начну с того, что там действительно огромное количество ужасно талантливых детей. Просто такие талантливые... Они выходят на сцену, и я думаю, это уже готовые артисты выходят. Несмотря на то, что там кому-то 13, кому-то 15, я смотрю и думаю, боже, это такой уровень вокальный, вообще уровень артистов, что я иногда просто сижу в шоке. Прямо искренне в шоке, в очень радостном шоке. И периодически я не нажимаю кнопку, я очень честен с ними. То есть, когда я вижу, что кто-то из детей, подростков не дотягивает до общего уровня, я говорю честно, слушай, сейчас лучшее, что я могу для тебя сделать, это не нажать кнопку, потому что там такой уровень артистов, что... Ты проиграешь дальше. Да, поэтому нужно идти и работать. И поскольку я сам в своей жизни не раз участвовал на конкурсе, а очень много на самом деле, с детства самбо... И надо думать, что и выигрывал, и проигрывал. Именно. И поэтому я точно знаю, что на самом деле проигрыш на конкурсе, лично вот для меня, он давал такой дикий вот пуш вперед, что я вот буквально каждый раз, когда у меня что-то не получалось на конкурсе, где там не проходило во второй тур, еще что угодно, у меня было разное. Вот, я на следующий день вдруг, я помню, на аккордеоне был международный конкурс, и я не прошел даже во второй тур. Все нормально сыграл, просто вот, знаете, когда вот ты просто сделал свое дело, и ничего не произошло на сцене, не было волшебства, и меня не пустили во второй тур, и на следующий день я с дикой яростью просто, я взял такатую фугу баха, открыл ноты, я сходу, я так пилил. То есть у меня на следующий день, на самом деле, началась реальная работа. Это вот реальная победа началась на следующий день. Именно вот эти моменты, они толкают тебя вперед в итоге, вот эти вот проигрыши. И я думаю, именно благодаря тем вот моментам, когда я не побеждал, не праздновал, да, какое крутое, а когда я не побеждал, я и стал тем, кто и есть сейчас. Ну, я думаю, конечно, самое сложное психологически будет, когда уже нужно будет отсеивать детей, вот говорить там, типа, сори, но ты не проходишь, ты уходишь. Так, давайте Тане Воронцовой слово дадим. Тане Воронцовой. В эфире рубрика «Не надо так», и самые яркие ее представители инспекции города Уфы там пофантазировали, как пройдет на дорогах день без женщин. Они же еще и подписали, мечта каждого настоящего мужчины. Серьезно. Ну, они честно все сказали. Точно. Причем, при том, что мы, на самом деле, с вами точно знаем, да, что женщины ездят гораздо аккуратнее. Они аккуратнее ездят. Гораздо аккуратнее. Если они перестраиваются, они, нет, иногда бывают, конечно, да, не то, что не смотрят в зеркало, они, в принципе, не учитывают, что зеркало есть. Леш, они делают так, так, я включила поворотник, три, два, один, руль, 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 да, да, да. То есть, типа, поворотник, спецсигнал, но я же включила, да. И, по крайней мере, вы понимаете, что происходит в этот момент. Всем дали максимальное количество знаков и сигналов. Так, Минский зоопарк. Повлекательный конкурс для мужчин придумали к 8 марта. Нужно было прислать фото жены или подруги и написать, на какое животное она похожа. Ну, это же гениально. Просто, понимаете, сто лет феминизма, вот как о всех, в городах. Слышно, феминизма. Вы знаете, что, на самом деле, в Штатах за это бы реально засудили. Это было бы такое скандалище. Это просто, это... Это Минский зоопарк, Леша. Есть девчонки, которые принципиально не принимают букеты на 8 марта. Говорят, нет, потому что мы не празднуем никакой ни женский день, ни весну, ни красоту. А мы празднуем только женскую эмансипацию. Я ни разу не встречал ни одной такой девушки. Вот ни разу. А я их встречаю на просторах интернета довольно регулярно. Но они потом с 40 кошками 80 лет сидят. Нет, нет, вот видите, тебе обязательно нужно попробовать на себе новинку Росгендернадзора. А что есть такое? Одевай платье. А что там? Надеть платье. Нет, это девчонки. Самое главное, вы должны запомнить, что феминисты это не подкаблучник, правильно, Алексей? Я не знаю. Феминисты? Леша, держись, не прогибайся, чтобы она не спрашивала, держись. Феминисты? Да. Я думал, что есть только феминистка. Нет, есть мужчины-феминисты. А что делает мужчина-феминист? Борются за женские права. Все-таки надевают платье мужчины-феминисты? Нет, ну вы послушайте, я специально для вас выписала. Дэниел Крейг, Джаред Лето, Бенедикт Кэмбербэтч. Не, ну Лето, я думал, что он похож на феминисты немножко. Он надевал платье, кстати. На Кэмбербэтче я слышал что-то такое. Тоже феминист? Хотя хороший актер. Несмотря на то, что у своих поклонниц он называет Кэмбербэтчес. Серьезно? Кэмбербэтчес. Кстати, какой называете... Феминист? Феминист. Он борется за наши права! А что такого-то? Бенедикт Кэмбербэтчес. Ужас. Так, подытоживая все вышесказанное, давайте, пожалуйста, во-первых, жить дружно, во-вторых, как-то вот стремиться к взаимопониманию. Типа не 23 февраля, а не 8 марта, а просто 1 марта празднуют все. 2-е, там 3-е. Или 2-е, 3-е какое-то определенное число, когда... Неопределенное число праздников я предлагаю вести в официальном стране. И Алексей Воробьев у нас в гостях. Актер, режиссер, музыкант Леша, еще раз доброе утро. Доброе утро. Леш, ну, хотелось еще, знаешь, что обсудить с тобой. У тебя в Италии, почему-то в Италии, выходит, уже точнее вышел на экраны, да, музыкальный фильм. Музыкальный фильм под названием «Приключения». Фильм об Италии 70-х. Ты в нем, внимание, играешь. Американца-предводителя итальянских хиппи. Такого типа... Неожиданный микс вообще совершенно. Очень неожиданная роль для меня была. Главного антагониста, скажи, как ты туда попал, будет ли прокат в России и в курсе ли Игорь Николаев. Просто я объясню слушателям. Так, мне тоже, пожалуйста, объясни. Леша, я видел фото, там, конечно, просто Игорь Николаев. Ну вот с усами, с усами. Мне когда приклеили усы и волосы, я первый, кто сделал косплей на Игоря Николаева. Самый, я прям сразу у себя в Инсте прям... Сто процентов. Выпьем за любовь. Да, да, да. Ну, я сходу прям... Ребята, вы уверены, что мы делаем американцы? Я даже показал гримерам сравнение с Игорем Николаевым и сказал, что вот этот персонаж у нас получился сейчас идеально. This is Russian superstar. Real superstar. Dolphin. Dolphin. Слушай, а что за фильм вообще реально? Это фильм, это на самом деле крупнейший сейчас итальянский мюзикл. Они сделали такой свой Ла-Ла-Лэнд. Вот абсолютно. Там собраны вот огромное количество хитов из итальянской музыки за последние 30 лет. То есть там из до самых популярных песен, которые сейчас, они, естественно, переделаны и интегрированы в кино. И то есть периодически герои, вместо того, чтобы разговаривать, вдруг такая тон, и они начинают петь. Как это обычно бывает в мюзиклах. А как у тебя дела? И вот это такой первый большой в Италии они сделали мюзикл. Позвали меня играть американца туда и американского хиппи. Я сыграл, я там тоже пою песню на итальянском. Было непросто, но я справился. Крут. Лёш, слушай, прежде чем ты поздравишь наших любимых слушателей с песней, в двух словах. У девочек у нас у праздник. Конечно, мы их любим, конечно, все ждут от тебя поздравления. Но ты знаешь, у девушек есть свои изюминки небольшие. Вот мы сейчас попросим тебя поздравлять девушек, но параллельно будем вкручивать слова, вот эти самые изюминки. В свое поздравление их нужно, ну, как-то вставлять красиво в поздравления. И главное, продолжать говорить приятные слова для девушек. Попробуем. Да. Начинай пока просто от себя. Дорогие мои девушки, все, что я готов и не готов сделать, я всегда буду. Всегда буду только для вас, для каждой, отдельно. И первое слово, которое нужно вставить, это, точнее, словосочетание «увядшие тюльпаны». Увязшие тюльпаны в твоей вазочке, милая моя, никогда не станут краше, чем ты. Краше нашей с тобой любви, понимаешь? Борщ, которым можно отравиться. Тот борщ, которым можно отравиться, который ты сделала мне позавчера, никогда не сделает так, чтобы я перестал любить тебя. Потому что нет ничего важнее моих чувств. Да, даже сидя на унитазе, я буду продолжать любить тебя и тещу. Потому что она, конечно, научила тебя готовить как надо. Мы, по крайней мере, можем травить людей. Волосы по всему дому. Волосы по всему дому. Что ты разбросала, тот красный, синий и даже белый парик. Мне всегда нравится на тебе, особенно, когда ты их надеваешь и больше не надеваешь ничего. Постоянно палит, кто пишет. Постоянно палит, кто пишет про волосы на диване и не на тебе. Но я должен поздравить тебя за то, что ты... Подруги бесят твои меня очень сильно. Поэтому, пожалуйста, давай так. Ты, я, теща, больше никого. И волосы. Максимум еще два парика. Реснички и ноготочки. Окей, но это по выходным. Давай так, потому что моя рассарапанная спина. Говори от себя. Леш, финаль. Это нужно просто за финаль. Черт. Девушки, хорошие мои. Без вас, без вашей любви нет смысла в нашей жизни у мужчин. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь такими, какие вы есть. В красном, белом и синим и зеленом париках. Не важно. Просто будьте такими же удивительными. Всегда. Ну и в подтверждение слов, Алексей, песня. Леш, вот пришло такое сообщение. Привет. А я в этот день особо праздника не чувствую. Специально для Тони. Которая сейчас не чувствует праздника. Просто послушай мой голос. Потому что я поздравляю тебя с 8 марта. Отдал тебе сердце, чтоб жить без него. Не чувствуя воли, не любя никого. Отдал тебе душу, возьми и уходя. Я в замерзшую и простую жену, она согреет тебя. Отдал тебе тело, пока целовал. О, небось, детка, однажды я уже умирал. Но я отдал тебе жизнь, раньше, навсегда. Поджигая мосты, поджигая мою жизнь. Она не нужна, не нужна без себя. Возьми эти ночи, оставь мою пол. Чтобы я чувствовал хоть что-то, она будет со мной. Растопти мое сердце, я у твоих ног. Чтобы любить тебя, как прежде, я больше не смог. О, возьми свои клятвы, быть рядом всегда. Эти слова тобою прокляты, знаешь сама. Ну, дура, я люблю тебя. Ну, что ты молчишь? Эй, мою грешную душу, сжигая на тлани, Кто больше тебя не полюбит, как я. Она сумасшедшая. Она моя. Танцует до утра. Поет ша-ла-ла-ла-ла. С вас на марта! Леш, большая просьба, а ты можешь вот чуть-чуть продолжить блюзовать? Просто играть, вот играть. Продолжи, пожалуйста. Итак, дорогие женщины, когда еще будет такое, что Алексей Воробьев нам будет подыгрывать, а мы будем вас поздравлять. Милые девочки, мы любим вас. но естественно 8 марта будет делать чуть динамичнее чем обычно девчонки поздравляем пусть ближайшие три праздничные дня пройдут для вас максимально весело может быть даже игриво но несомненно чтобы это были три лучших дня вашей жизни мужики на выдержитесь потому что ближайшие три дня вам нужно сделать все для того чтобы девочки любили вас весь год еще 7 а у нас гостях был прекрасный актер режиссер музыкант алексей воробьев спасибо